Всех витаю, дорогие мои друзья. Тюльпаны уже перецветают. Да, бедные последние истекания. И деревья тоже все отцвели, вот там цвели. Ну почему они так быстро отцветают? Было бы хорошо. Хотя бы лето, я уже не говорю круглый год, хотя бы лето. Ну почему? Ну почему? Каждый день вспоминаем Вероничку. Мы бы сейчас с ней ходили. Вот сейчас кофе пойдем пить. Мы бы сейчас с Евой, с Вероничкой пошли бы. Да, с Евой. Да, она у нас просто чаще всех была. Даже летом она и не такой была взрослой. А сейчас, ну так растет просто. Да. Взрослая, я не знаю, уже так такой девочкой стала. Взрослая. А рассуждает, да, рассуждает как. Летом еще была малышка-малышка. Ну что ей два часа, два и шесть, да, два и семь. А уже такое впечатление, что она у нас большая. Да. Я босяя. Я уже болит нам, да. Я босяя. Мы идем, говорим, а потом, а-а-а, понедельник, Катя, нету. Не-не-не, у меня нет того не было. Я была, потом поехала, я наконец-то машину помыла. Я приехала, я прибежала в пять утра, в пол седьмого у меня забрали торт, я забрала машину. Ой, сколько дел сделала, это у меня выходной. Выходной. Не, у меня вчера не получился. У Кати. Потом, пока на мойке была машина, я выкупалась, порядок себя привела. Пошла в машину, забрала, отогнала во двор. Потом забрала, потом Вася приехал, забрал меня. Поехали по Васиным делам, потом приехали сюда, попила кофе, побежала на метро. С метро поехала аж на Паштовую площадь, ну туда до Десятинной церкви. Оксанка моя приехала. Мы у Клопотенко посидели, от Клопотенко поехали в зоопарк. В зоопарке выходили столько, что уже под конец. Он тыс удался. Но тебе после праздника сам Бог велит отдыхать. Ты сколько, вот заказов у тебя было, ты вообще даже не приседала и ночью не спала. Нет, вообще у меня рекорд 270 штук в двадцатом году. В двадцать первом. Это было 270 всех, а в этом году 170. Ну ты же даже во Францию отправляла, делала. На Коломы я очень много уехала по Закону. На Коломы? По Украине у тебя, да, разносятся. Катя пекла по всей Украине и за границу отправляли. Заказов было много у Кати. А по Украине много, куда мы отправляли. В Украине мы отправляли на Коломы. Я трижды отправляла просто в разные места. Во Львов три штуки мы отправляли. В Тернополе две, вот там дверунка. Еще куда-то было. А, и тюхи поехали, четыре штуки. Вот там же всем надо. Вы красивые были, мы показывали. А Узову в Инстаграме свой канал, не канал, а страничка. Клопчик мой тоже занялся кишами, синабонами. Да ты что? У меня что-то радость. Выбивают мне в Инстаграме, думаю, что за фигня. Читаю зумы, думаю, что такое. Подожди. Я звоню, говорю, я не поняла. А я перед этим, он мне звонит, мне формы надо. Я говорю, я поеду куплю. Я ему купила формы, купила коробки, все поотправляла. Смотрю, говорю, Тёмочка. А ему зашло, и оказывается, очень даже. И кишечки сырные, а вчера столько там, подяки ему за это. А он делал вчера грушу, шинку. И очень понравилось заказчикам. Вот с умы заказывайте. Заказывайте, да. Сына, мы... Я, кстати, о нём сегодня вспоминал. Думаю, где Тёма? Хомбакари. Я к нему в пятницу еду. Хомбакари, да? Да. Как ты сын там. Как ты сын. Мой человек. Начинает развиваться. Не, я, Боже. Мама, привези мне блинницу. Он же ж бугеры делает. Она, у нас же блинница огромная. Так почему он здесь не делал бургеры? Почему мы не попробовали здесь? Нет, нет, Тёмка за бацака сделала. А, бацака, ну мы ж не знали. Не, ну, Татюша, а сейчас он. А я вчера, ну, во-первых, я на природе, ну, на свежем воздухе. Я ж не бываю. Я вчера доползла. Я говорю, слушайте, насыпьте мне поесть, я поеду и лягу. А потом мы с Гошкой как-то мы так то-то-се, и нормально. Ну, расходились. Вот, и нормально. Ожидали, что такую новость услышим про Тёму. Тёмочка, привет. Мой красивчик, мама поедет, повезу уже, всё. Да, да, мама, конечно. А кто здесь будет? Улья будет? Нет, три дня закрываюсь, мы с Улькой, я прошлую неделю должна была ехать. Но заказниши было очень много. Сумы встречай, скажи. Да, да. Катю. А я что, я же хочу, он кифлыки очень хочет попробовать. Я говорю, Тимас, я приеду, вдвоём забыл. А, то есть ты ему будешь мастер-класс показывать. И своим заказчикам говорю, я раз приготовлю, а потом уже. А, так ты здесь, а он с Умой будет осваивать, понятно. Да, да, да. Ну, Катя очень вкусно готова, да. Ульечка моя. Я врёшь уж такое. Ему рыба всё воняла красная. Но у брокколи он вообще же у нас не переносит. А то и сёмку брокколи мы делаем, и всё мы делаем. Я говорю, сына, что такое? Он говорит, ну своё же не воняет. Я говорю, ну что ты? Это точно. Да, умница моя. И я, боже, у меня такая гордость распирала, что я не знала глядиться. Оксанка мне вчера. Катя, шо это? Я говорю, да, это Артём. Я довольна, как слон. Боже, у меня же, я говорю, там столько эмоций, столько всего, что умница. А он маленький был. Я говорю, пойду на повара. Ну, ему нравится. Ну, только чтобы натхну не было. Ну, малышишь как. Да с хочу, а потом не хочу. А это он прям, Даша же в Ирландии была, он мне всё, маму, вот если бы так. А потом звонит, говорит, я аренду нашёл, но она очень большая, но полностью с оборудованием совсем. Я говорю, Димася, сначала начинай с такого, с маленького. Я говорю, ты пойми, что ты будешь работать исключительно на коммуналку. Ну, пока оно тебе, начни. Ну, секреты бизнеса от Кати. От Кати. Да, Кате надо было очень долгую дорогу пройти. Да, на своих ошибках. Ну, потому что подсказывать было некому родителям, что самые обычные поэтам. Все дверочки лбом. Да, да, да. Павлова, жалко, я не могу показать Павлова. Ой, у нас за Павлова, благодаря Любе. Тут с полки его все едут. А, думаю, что мы ещё на Коломию, мы Наполеон на Коломию отправляли. Думаю, что-то ж было ещё. На Хмельницкий Наполеон ушёл. Да, это дело было. А из Житомира женщина приезжала, она всё по червоный оксамит. Вот она прям, Павлова и червоный оксамит. И, по-моему, она через вас нас нашла. А ещё приходила пара. Самвел, кто такой? Самвел, да. Это наш друг. Вот, это, наверное, он супроя был. Нет. Или они подписаны на Самвела. Да, они подписаны. Но она вас знает лично, эта женщина. Ну, молодая женщина. И этот самый. И они приходили именно за Павловой, а Павловой не было. И так они приходили потом. У нас как-то, наверное, дня через два я пообещала, что же сделаю. Было-было. Да, вкусные у тебя Павлово, конечно, просто. Ну, давай нам кофе. Кофе. Лата капучино. Лата капучино, да. Мы не только пить кофе сюда приходим, но и за душевной атмосферой Катюша приходим. У Кати цветов. И дома, говорит, у Кати цветов полно выращивает. Вот так, как я умею. Как я там умею. Это же эмоции должны вперёд, когда я умею. Так. Делаю. Это какой торт? Это червоне, как самой. Сегодня уже так тепло, что мы с Тамарой даже кофты не одевали. Вот просто вот такую тоненькую кофточку. Я имею в виду ни курточек, ни ветровочек, ничего не одевали. Теплый стоит. Просто красота. Солнышко светит. Можно загорать уже даже. Сегодня иду в больницу. Буду ещё второй укол делать. Ну, знаете, я вот сейчас иду. По-ровному, если иду, так вообще. Я не чувствую ногу, представляете? Это чудо, чудо какое-то. Если по-ровному идти. Я думаю, что если и спуски, и подъём я вчера ходила, тоже было нормально. Не болело. Я прям была тоже удивлена. Пришла и Тамаре тоже рассказываю. Говорю, Тамара, какое-то чудо произошло. Что у меня нога не болит. Просто если когда долго ходить, я очень сильно сейчас напрягаю ногу свою. Врач сказал, что треба рухатись, рухатись. Но рухаться это по... В переводе означает движение. То есть надо всё время двигаться. И пишите мне в комментарии, что, Люба, не сильно напрягай ногу для первого раза. Ну, я пока следую советам врача. Он сказал мне двигаться. Я двигаюсь. Первый день, вот в воскресенье мы с 9 утра до 3. Почти не приседая ходили с Тамарой. Правда, я пришла, упала на кровать и думала, что не встану уже больше. Ну, вы знаете, отошла на следующий день. Вчера тоже до обеда немножко походила. Где-то с часик. И ближе к вечеру тоже аж до леса сходила. Ну, когда уже прихожу, то ноги, знаете, не то, что они болят, а просто гудят. Вот тяжесть такая. Ну, вес, вес ещё, понимаете. Из-за веса такой. Один укол мне помог. Ой, Боже мой, дай Бог, чтобы уже ещё, если они сделают несколько уколов... Ой, присяду на скамеечку. Вы скажете, Люба, не хвастайся заранее, ты сглазишь. Во-первых, я не верю приметам таким сглазить, не сглазить. А с другой стороны, если заболеть, ну, скажу вам, что заболела, а что делать? Я должна справду вам говорить, правильно? Может, по моему примеру, кто-то пойдёт лечиться. И уже будет... Ну, самое главное, найти хорошего врача. Я не знаю, ну, если не поможет, скажу, что не помогло. Ну, вначале было хорошо, а потом заболела, допустим. Я же должна все свои ощущения говорить. Я вот сейчас вам рассказываю все свои ощущения. Поэтому... А пока мои ощущения очень даже хорошие. Я не могу сказать, чтобы я совсем забыла про ногу сейчас. Нет. Когда прихожу домой, оно гудит. Когда там полежу или посижу, стою, нога начинает так, знаете, не ныть. Вот как будто бы... Вот, конечно же, я же говорю, что, может, вес большой. Поэтому вот усталость в ногах просто такая. Вот гудит нога. И наступаешь, и оно вроде как болит. Но не колено, не колено. А вот где стопа, вот вверх стопы. Вот это еще пока что... И то это, я думаю, что это от веса может быть, там, или еще что-то. Но не колено. Колено пока что я не чувствую. Это уже хорошая новость. Я посидела, жду Тамару. Тамара пошла в магазин. Это я возле дома сижу. За мной мой дом. Вот как я ждала это время. Потому что зимой все-таки, знаете, одежда идти одевайся. Сапоги одевайся. Миллионы одежд. А сейчас вот так, ну, еще немножко, и мы вообще будем. Платье шух, одели и побежали. Ну, и то сегодня, и то хорошо. Одуванчики цветут. Вот одуванчики. Кульбабки. Кульбабки. И жасмин скоро зацветет. И сирень скоро зацветет. Боже мой. Люблю весну. Наша дворник, смотрите, уже все сопает, копает. Такая молодец. Всегда в чистоте двор наш держит. Ведь уже сколько сорняка выросло.